В Шанхае завершился очередной раунд переговоров китайско-американской рабочей группы по финансово-экономическим вопросам. Исокопоставленные чиновники США уже в пятый раз встречались с коллегами из Китая после создания группы в прошлом году. О чем договариваются стороны, мои коллеги обсудили с профессором университета международного бизнеса и экономики в Пекине. 15 и 16 августа американская делегация во главе с помощником главы Минфина страны по международным финансам Брэндом Нейманом участвовала в финансовых переговорах с Китаем. На встречу в китайский Шанхай также прибыли чиновники из других ключевых ведомств Соединенных Штатов. При взгляде на состав делегации США уже можно получить некоторые представления о темах дискуссии. В переговорах участвовали представители американского Минфина, но не только они. Мы также видим представителей Федеральной резервной системы Соединенных Штатов и комиссии по ценным бумагам и биржам. Так что, по моему мнению, очевидно, что стороны обсуждали вопросы макроэкономической и финансовой стабильности в отношениях между США и КНР, а также управления Международным валютным фондом и рынками капитала. Некоторые эксперты полагают, что на повестке также была тема предотвращения системных финансовых рисков. Дело в том, что в июле госдолг США превысил 35 триллионов долларов, усиливая опасения по поводу глобальной финансовой стабильности. Ранее, в этом году, Международный валютный фонд раскритиковал США за неустойчивую фискальную политику, создающую риски для мировой экономики. А в одном из недавних интервью управляющий Народным банком Китая Пань Гуншен заявил, что КНР будет совершенствовать денежно-кредитную и макропруденциальную политику для поддержания стабильности валюты и финансовой системы страны. Наверняка дискуссия касалась вопросов глобальной финансовой стабильности. Также я полагаю, что стороны могли обсудить валютные свопы между КНР и другими странами, которым Китай предложил такие сделки. Переговоры в Шанхае проходили на фоне усиления давления со стороны Вашингтона на китайские товары и компании. Пекин неоднократно выражал обеспокоенность по поводу растущих экономических и торговых ограничений США в отношении КНР и призвал Вашингтон прекратить политизировать вопросы торговли. Однако новый раунд переговоров в любом случае является позитивным сигналом, что крупнейшие экономики мира продолжают диалог, несмотря на напряженность, считает эксперт. Торговля является очень важным вопросом в отношениях между Китаем и Соединенными Штатами. Если посмотреть на другие области, например, торговлю услугами, то она не так заметна в официальных дискуссиях. И здесь, несмотря на сложности и тарифы, США продолжают приветствовать торговлю с Китаем. Этот механизм работы двух групп, безусловно, играет важную роль в улучшении коммуникации. Китайско-американская рабочая группа по финансовым вопросам была создана в сентябре 2023 года. В Шанхае только что состоялась уже их пятая встреча. Данный механизм помогает достичь соглашений высокого уровня между двумя странами и притворить их в конкретные действия. Принятые группой договоренности важны для всего глобального рынка, особенно на фоне новостей из Соединенных Штатов. Уровень безработицы там в июле этого года вырос до 4,3%, самого высокого показателя с 2021 года. Юй Ян, Сюджитян.